Всем привет! Сегодня я вам покажу, наверное, один из самых простых вариантов изготовления зимней блесны, которая себя отлично зарекомендовала. На такие блесенки я ловлю в основном окуней, но часто попадаются и судачок, и другие хищники. Итак, для изготовления мне потребуется один крючок с длиной цевья 20 мм 2 см, кусочек медной или латуневой фольги, паяльник, ножницы, паяльная кислота. Поскольку я буду делать из меди, а медь со временем тускнеет, также мне потребуется еще прозрачный лак, кусочек наждачной бумаги, маленькие тисочки, немного олова именно без канифоли, ну и зажимчик для облегчения пайки. Полировать блесенку буду при помощи волочного круга и пастыглы. Для начала делаем заготовку длиной 20 мм, шириной 10 мм, то есть 2 на 1 см. Вот такая вот пластиночка у меня получилась, сразу же в заготовке нашел центр, то есть разметил ровно посередине, отмерил по 5 мм и здесь по 10 мм. Зажимаем вот так вот в тисочке, чтобы полоска была ровно по грани, поджимаем и сгибаем. Вот такая вот заготовочка у меня получилась. Далее, где я размечал центр от центра, к обоим краям при помощи ножниц срезаем уголки, делаем ромбик. Вот что должно получиться. Теперь можно брать крючок и счистить с него вот этот вот верхний налет покрытия, чтобы он лучше поелся. После того, как все зачищено, вот таким вот образом берем коронку, краешек поджимаем щипчиками, все выравниваем. Можно приступать к пайке. Теперь заготовку нужно обработать паерной кислотой. Уложим кусочек припоя и начинаем его греть. Аккуратно все распределяем по всей длине блесенки. После того, как одна часть пропаяна, перекидываем зажимчик на обратную часть и запаиваем теперь вверх. Также его еще раз смачиваем паерной кислотой, ложим капельку олова и прогреваем. Блесенка практически готова. Осталось ее немного обработать. Большой плюс этой блесенки в том, что я здесь использовал цельный крючок, то есть не разрезал его отдельно, ушко не впаивал, поэтому она практически неубиваемая. Чтобы нейтрализовать действие кислоты, теперь ее нужно помыть водой с мылом. Ну а дальше от зависимости условий вашей ловли, такую блесну можно покрасить различными лаками. Я ее сейчас отполирую и покрою бесцветным лаком. Ну и если бы у меня была пластинка латунная, немедная, я бы уже в таком состоянии эту блесенку оставил, она была уже готова, но так как нить очень быстро тускнеет, придется мне ее покрыть бесцветным лаком. Ну и остается один штрих, одеть какую-нибудь бусину и можно ехать на рыбалку. Такие вот бусинки у меня одеваются с трудом, поэтому дополнительно фиксировать их чем-то не надо. Как вы только что убедились, такая блесенка делается довольно-таки просто, буквально за несколько минут на коленке. Ну а по качеству уловистости она ничуть не уступает дорогим покупным блесенкам, которые вы часто покупаете в магазинах. Сыпучесть вот такой блесенки довольно-таки отличная. К сожалению, показать я вам лучше не могу, только вот так вот в аквариуме. Субтитры создавал DimaTorzok